Война. Как любое другое общественное потрясение не может не отразиться в культуре и искусстве. Снимаются фильмы, пишутся книги с самой разной направленности, от научных исследований до альтернативной истории. Сегодняшняя книга не стала исключением. Она также о войне. Точнее о людях, которые стали жертвами этой войны. Встречайте, друзья, уловка 22. Написал данную книгу писатель Джозеф Хейлер. В своих книгниках он писал, что он пошел на войну только потому, что война оказалась весельем. Но, к сожалению, он понял, что это не так. В результате его уловка получила многие награды, и многие писатели современности ему завидовали. Почему? Давайте разберемся. События в книге разворачиваются в 1944 году на одной из баз ВВС США, на которой служит капитан Ясриан. Ясриан пытается откосить от театра военных действий, ссылаясь то на боль в печени, то на сумасшествие. Ничего серьезного. И каждый раз терпит неудачу. Сумасшествие является официальной причиной для отстранения от полетов. Однако для освобождения от воинской обязанности сначала необходимо подать официальное заявление. При этом, согласно некому правительственному постановлению, о котором говорится только как о буловке 22, всякий, кто заявляет о себе, что он сумасшедший с целью освободиться от военной обязанности, тем самым доказывает, что он не сумасшедший, так как такое заявление явно говорит о здравомыслии. Погодите, если я правильно вас понял, чтобы не летать, я должен быть психом. Если я продолжаю летать, я полный баланс. Но если я хочу быть отстранен от полетов, я не псих, я должен летать. Ты понял? Это параграф 22. Это ловушка для засранцев, этот параграф. Лучше не придумали. Однако по иронии судьбы все хотят летать с Иссерианом, потому что он, будучи наводчиком, выполнял сумасшедшие маневры. Правда, по его вине погиб один экипаж боевого самолета, но его потом представили к награде. За проявленную инициативу под огнем неприятеля, капитан... Но ты нашел медаль? Джосс, мой полковник. Но помимо Иссериана в романе представлены еще и другие, более интересные персонажи. Тут вам и майор, чей отец не отличался особой оригинальностью и прозвал сыночка Майор-Майор. Но меня зовут Майор. Капитан Майор. Ясно, как в стакане, да? Да, все ясно. А самого сыночка нельзя назвать гостеприимым и отзывчивым, так как по всем вопросам он принимает только тогда, когда его самого нет в кабинете. Конечно, майор, но каждый должен делать свое дело. Может быть. Но я не люблю свою работу. Я только прачка. Есть и вождь белый овес, над родом которого нависло чисто американское проклятие. Где бы кочующая семья не остановилась, везде появляется нефть. Нефтяные компании взяли это на заметку, превратив жизнь несчастных аборигенов в ад с постоянной слежкой. От такого на край света побежишь. Ну или в крайнем случае на войну. Тут вам и спокойный тихий капеллан авиаполка, который стыдится своего дела и держится в стороне от пилотов, тогда как его ассистент-атеист проводит активную религиозную кампанию. Бесполезно называть меня мой отец, я не посвящен. Особый интерес вызывает генерал армии, который хочет всех расстрелять. Что? Это запрещено, запрещено законом. Я не могу расстрелять, когда я хочу. Закон. А еще интересна его подружка, которую все просто хотят. И, наверное, самый интересный герой данной книги. Это делец Миллоу, который сколотил состояние, покупая яйца по 7 центов, продавая их за 5. В конце концов, Милло принимает решение разгромить базу. И все ради расширения бизнеса. А еще совершенно живого доктора Дейнеку считают мертвым, поскольку он был в списке лиц, находившихся в разбитом самолете. Фактически находясь на земле рядом с писарем, который оформлял этот список. Так как же все-таки рассматривать произведение? С точки зрения экзистенционализма, это восхваление упорства и непоколебимости человека. С точки зрения черного юмора, это абсурд ситуации. Так и в ловке, буквально каждый персонаж, каждое действие является абсурдным. Само название уже имеет частичку абсурдности и давно стало нарицательным. Книга не скатилась в бесконечный калейдоскоп историй и абсурдных ситуаций. Есть трагичные и печальные моменты. Например, бомбежки деревушки в горах, чтобы завалить дорогу. А для многих героев один из боевых вылетов окажется последним. Господа, не будем терять времени. Хочу пожелать вам удачного полета. Тем же, кто, к сожалению, не вернется обратно, хочу сказать, что всегда найдутся те, кому заняться их невестами и цыпочками. Итак, стоит ли читать уловку 22? Да, определенно стоит. И на это есть свои причины. Книга написана действительно легким и понятным языком. Ее приятно и интересно читать, не вдавая всякие отсылки и аллюзии. Книга входит практически в любой топ, ведь всегда приятно похвастаться о прочитанном и общепризнанном шедевре. Ну и, конечно, любителям военных действий и абсурдного юмора читать обязательно. С вами был Николай Каравай. Увидимся! Субтитры подогнал «Симон»